Зачем Казахстан наложил запрет на три месяца на ввоз российского бензина? И к чему это может привести? Людмила Бачкина выясняла, как к этой новости отнеслись карагандинские водители и что об этом думают экономисты. Многие водители даже не знают о запрете на железнодорожные поставки топлива из России. Министр энергетики РК Канад Базумбаев объявил об этом два дня назад. Но к чему это приведет, большинство автомобилистов догадываются. Казахстан все выдержит. Как был бензин, так и будет потихоньку казахстанскому бензинам. Володарство все равно будет полюбить. Конечно, володарство будет. Чемпинецкий. Там мотор плохо работает. Если заправляемся казахстанским бензином. Там примесей больше, но качество хуже бензина, поэтому у меня датчик, чек загорается в машине. Это значит, надо ехать в автосервис. Ну а что делать? Потом будем ремонтировать машину. Ну искусственно, могут создать дефицит, мне кажется. Уже же было такое. Володарский, когда стоял за его, цены подняли. Ну а теперь запретят российский ввоз, цены поднимет по Володару. Ну вот я был в России, в Казани ездил. Там на самом деле бензин дороже, чем в Казахстане. Я не могу понять, как может быть российский бензин у нас дешевле, чем в России самой. Когда цены на все поднимаются, это опять на все цены поднимутся. И на продукты, и на все. Уж мы вверх идем, вниз катимся. В Караганде большая часть заправок торгуют российским бензином и только две сети АЗС казахстанским. Причем на них никогда нет очередей. Многие водители не заливают свои авто топливо отечественного производства. Якобы на нем машины не едут. Большинство экономистов, которых мы просили дать комментарий, отказались. Единственным смельчаком оказался Сакен Джунусов. По его мнению, запрет вызовет резкий рост цен на бензин. Но выросли бы они и без введенного табу. В апреле цены на топливо поднялись внутри самой России. Руководство страны не устраивает резкое повышение цены на бензин. И они сделали, будем так говорить, такой экономический демарш. Они взяли, запретили ввоз на три месяца, дав понять российским компаниям, которые продают нам эту нефть, о том, что в целом они могут и вообще запретить этот ввоз. Таким образом, Казахстан хочет проявить свою волю, свое желание, значит, не дать повысить цены на нашем рынке. Но я опять повторяю, что это не забота о том, что будет делать казахстанский потребитель. Запрет введен после того, как отремонтированы два нефтеперерабатывающих завода и скоро заработает третий шимкенский НПЗ. Запасы топлива есть и короткое время Казахстан продержится, считает экономист. Как отреагирует на это давление Россия, еще неизвестно. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Рустам Бараев, Равиль Валеев, 5 канал.